А здесь можно проводить какие-то массовые мероприятия, там культурные, спортивные, вот, то есть здесь сцена и амфитеатр. К амфитеатру будут вести дорожки. Отдыхающие смогут прогуляться пешком или прокатиться на велосипеде. Новая зона отдыха разместится на 25 гектарах леса. Работы в разгаре. Сейчас буквально за моей спиной укладывается асфальтовая крошка, как первый этап дорожной тропиночной сети, а потом появится уже полноценный финишный слой асфальта. В новом парке будет не только амфитеатр, но и многофункциональные площадки, зона барбекю и, конечно, парковки. Сейчас ищут возможности для их расширения. Дополнительные места планируют создать за счет дороги, чтобы зеленые насаждения не пострадали. Работы по благоустройству природно-ландшафтного парка «Велич» проводятся за счет внебюджетных средств. Было в свое время подписано соглашение, где порядка 15-18 миллионов инвесторов должно было потратить благоустройство территории. На сегодняшний день объем значительно вырос, уже порядка 100 миллионов потрачено в дорожно-тропиночную сеть, в различное благоустройство по этой концепции парка. Проект нового парка направят на согласование в художественный совет при правительстве Московской области. Когда работы завершатся, зона отдыха станет зоной ответственности дирекции парков округа. Уже пора думать о том, как эксплуатировать в следующем году уже появившийся новый парк. Планировать уже закупку техники, соответствующие комплектования штата, тех людей, которые будут убирать эти дорожки, следить за чистотой в лесу. Работы в парке планируется завершить уже в следующем году. Отдохнуть на свежем воздухе недалеко от исторического центра Звениграда смогут все желающие. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.